Вашему вниманию предлагается один из самых известных и заслуженно уважаемых абразивных материалов природного происхождения. Это тюрингийский шифер, так называемый слой. Наверное, самый рабочий, если так можно выразиться. И, наверное, один из самых удобоваримых для заточки бритвы. Было у меня таких камней достаточно приличное количество. Составил я по ним собственное мнение. Бывают породы темно-синие, бывают породы вот такие. Они самые распространенные. Ну и, наверное, самые адекватные по отношению цена-качество. Это синий-зеленый слой. Есть слои премиальные. Оттуда относятся светло-зеленый, относятся желто-зеленый, относятся желтый и относятся бетональный. Другими словами, обзываемые они Barbers Delight. Они состоят, ну это миксованный слой, там темно-синий слой и светло-зеленый. Как показала практика, за исключением темно-синих, которые по природе по своей тверже, Поэтому они требуют более внимательного подхода в плане распределения давления клинка на камень. Все остальные слои, и синий-зеленый, и светло-зеленый, и желто-зеленый, и желтый, и бетональный, все они работают абсолютно одинаково. По тонкости никак они не отличаются вообще, от слова совсем. Единственное, опять же, можно корректировать в определенной степени тонкость работы Распределением давления, и от этого уже будет отталкиваться следующий момент. Это супер-супер доводочный камень, супер доводочный. Поэтому подходить к нему стоит с большим пониманием. Если человеку, который никогда не держал бритву на камне, не имеет представления, каким образом, какое давление нужно дать, каким объемом нужно отработать, обработать клинок для получения идеального результата, этот камень будет практически непонятен. Это уже камень для человека, имеющего представление. Ну, как мне кажется. Оно, конечно, может потренироваться любой, однако, опять же, чем, скажем так, чем лучше порода, я так скажу, это, наверное, в любом деле, чем лучше порода, чем лучше инструмент, тем он более такой узкую направленность имеет и требует к себе такого достаточно приличного понимания. Допустим, на тысячном камне, я думаю, так или иначе, можно отработать и то, опять же таки, сознанием каких-то азов, принципов работы и так далее. Может отработать подавляющее большинство, даже начинающих ханмейстеров. К вот такому камню уже нужно подходить, мне кажется, с пониманием. К любому тонкому камню нужно подходить с пониманием, потому что, опять же таки, дать чрезмерное давление, ничего, кроме сверхвыработки породы и завала рабочей фаски в области режущей кромки, вы не получите ничего. То есть здесь все должно быть очень и очень тонко, и в прямом, и в переносном смысле. Но, опять же таки, вот эта порода, как и любая другая, еще раз повторю, держал я в руках породы все встречаемые. И, естественно, имел я дело с камнями атрибутированными и с камнями не атрибутированными, как в этом случае, у него атрибутики нет никакой. Однако, это не меняет сути вопроса и сути его функционального наполнения от слова совсем. Имеет он стандартный размер в метрической системе 180 на 40. Чуть меньше 20, здесь получается 18. Идеальной формы, идеального состояния. Ничего на нем не предпринималось никаких заточек игл, как часто это бывало с этими камнями. Абсолютно идеальное состояние самого слоя. Никаких нет у него расслоений, раскольчиков, скольчиков, трещинок. Ничего этого нет. Эта гранька еще острая. Вот сюда, поскольку это мой рабочий камень. Грани я подскруглил для большего удобства. И что немаловажно, к нему дается вот такая гигантская натура такой же точно породы. Этого хватит, поскольку выработка у него сверх минимальная. Внукам достанется еще, правнукам вероятно. От того, как опять же таки, объем работы минимальный. Он призван завершить заточную сессию полностью, скажем так, доведя рабочую фаску в области режущей кромки до максимально возможного идеального состояния. Вот в такой он коробчонке. Прекрасно сюда помещающийся. И в принципе, я думаю, как вариант, можно даже таким вот образом на нем и работать. Вот такой он в намоченном виде. Не имеет структура ни цветовых разводов, ни каких бы то ни было включений, ни полос, ни стыков, ничего не имеет. Абсолютно идеально. От слова совсем. По идее, вот такого объема хватит абсолютно с головой для того, чтобы совершить доводку. Именно потому, что никак мы не давим. Сейчас я возьму контрольную бритву. Более наглядная демонстрация. Неудобно. Мне не видно. По приборам пойдем. Даже поближе, чтобы лучше было слышно. Меня этот процесс по-прежнему завораживает настолько, что бывает такое. Порой тяжело заставить себя остановиться, потому как, опять же таки, ход исключительно приятный. Суспензия, когда высохнет, она станет практически белой. сейчас мы на Тома-Наурке посмотрим. Вот такая абсолютно... Абсолютная стандартная для него ситуация. Очень мягкий, стабильно работающий. Опять же таки повторюсь. Никаких там нет включений, крупных зерен, ничего этого нет. Безусловно, камень, поскольку топового класса, дешевым он быть не может по определению. Восемь тысяч гривен его цена. Однако, опять же таки, отталкиваясь от того, что его хватит... Ну, не придумаете вы для него задач в его рабочем диапазоне, для того, чтобы в течение вашей жизни и жизни ваших детей и ваших внуков вот этот камень сработался. Идеальное решение для доводки навсегда. Вот он уже почти подсох. Он безукоризненный, безусловно. Все, в идеале. Тут царапки такие, ну, от хранения, поскольку, естественно, камень старый. Покупал я в свое время его у старого плотника. Человек говорит, у меня уже здоровья работать нет, а он естественно говорит, я всегда стремился использовать и приобретать достойный инструмент. На инструменте вообще экономить никогда нельзя. Это золотое правило для достижения оптимальных результатов работы. Ну, опять же таки. С лурика этого хватит вот так. Вообще просто. За глаза. Итак, вот он камушек. Вашему вниманию. Опять же, таки вот он подсох. Все тут абсолютно в идеале. Не знаю, что за дерево. Ну, слеплен очень. Очень-очень. Подозреваю, этим же карпентером и сделано. Прошу любить и жаловать. У меня же на этом пока все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. А, подождите. По вот этим камням. Цены на них растут практически каждый день. Поэтому такие вещи дешевле не будут никогда. Дороже будут и будут дороже будут дороже значительно от того, как естественно запасы природные. Скажем так, добыча прекращена еще в 30-х годах 20-го века с того момента. они вот так и кочуют и наибольший наибольший процент возможных приобретений вот этих камней это просто спецы, которые уже в общем-то свою рабочую деятельность завершают по причине преклонного возраста. Вот они такие вещи и скажем так продают. Есть возможность у них приобрести. Ну, и опять же таки есть такие барыги, как я, которые вот такие камни могут предложить время от времени. Ну, и все. Третьего не дано. То есть, где-то купить камень с новой разработки не получится никогда от того, как разработки эти уже не ведутся. Даже тот Питер, который якобы имел доступ к этим старым копьям, я так, если правильно понял, как-то мы с ним вели переписку. Надеюсь, что там уже практически все закончилось. Поэтому этот товар строго лимитирован. Еще раз всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Пока.